Значит, следующее, что у нас есть? Маточное молочко, да? Давай, маточное молочко. Маточное молочко. Поставьте 10 проспицательных знаков. Не ошибетесь. Маточное молочко. Маточное молочко вырабатывают молодые пчелы. И они этим маточным молочком кормят свою матку. Кормят свою матку. И вот смотрите, что получается. Получается удивительнейшее явление. Загадка. Загадка, которую мченые долго не могли разгадать. Долго не могли разгадать и понять. Вот матка. Матка. Два соседних соток. Откладывает две совершенно одинаковые личинки. Абсолютно одинаковые личинки. Эти личинки можно 10 раз поменять друг другу местами. То есть можно сколько угодно их применить. Они абсолютно идентичны. Но вот эту личинку пчелы кормят медом. И через 21 день из этой личинки вырастает новая рабочая пчела. 21 день рабочая пчела. Рабочая пчела, она женского рода. Она тоже может личинки нести. Но у нее другое назначение. Она мед собирает, нектар собирает и детишек выращивает. А вот эту точно такую же личинку. Пчелы кормят только маточным молочком. Не медом, а маточным молочком. И через 16 дней, 16 дней, из этой личинки вырастает новая матка. Новая матка. Она в два раза больше обычной пчелы. Она тоже женского рода. Ей задача создать новую семью и нести вот эти личинки. Всю жизнь рабочая пчела ест только мед. А матка всю жизнь ест только маточное молочко. Она, кстати, не может есть ничего другого. Вот если матку посадить на мед, оставить ее, она умрет с голода. Если вокруг не будет молодых пчел, которые изо рта в рот ее кормят маточным молочком, она просто умирает с голода и все. Вот это вот матка. Так вот матку кормят маточным молочком, а рабочую пчелу кормят медом. Рабочая пчела в сезон живет 40 дней. 40 дней. Когда уходят в зиму, рабочая пчела живет полгода. Матка живет до 20 лет. Представляете, абсолютно одинаковая генетика из одного и того же личика. Разный режим питания продолжительность жизни возрастает в 40 раз. В 40 раз возрастает продолжительность жизни. Загадка? Загадка. Кстати, маточное молочко в английском языке называется королевское желе. И всех королевских особ подкармливают этим самым. Вот в частности, королева-мать, 103 года в Англии прожила, она постоянно в пищу употребляла маточное молочко. Наших членов политбюро кормили маточным молочком. Но они, сукины-дети, алкогольным ядом себя травили. Поэтому, как говорится, у них коня в корм. Это маточное молочко было. Еще один момент, который связан с маточным молочком. Несколько лет назад нашли янтарь. В этом янтаре пчела. Разрезали аккуратно, начали исследовать эту пчелу. Один в один, что пчела в янтаре, что сейчас. Один в один, то есть вся ее биология одна и та же. Посмотрели возраст янтаря. То есть сколько? 56 миллионов лет. То есть за 56 миллионов лет пчела не изменилась вообще как лифт. Это загадка, которая всех ученых всего мира потрясла. Люди за последние 300 лет на 40 сантиметров в среднем все подросли. То есть были 300 лет назад, люди были намного ниже, чем сейчас. Мамонты вымерли. Все изменилось, а пчела не меняется. Почему? Загадка. Выяснили отгадку в маточном молочке. Запишите себе. Маточное молочко это генный корректор. Генный корректор. Почему стареет человек? Потому что идут нарушения в генах. И каждый раз новый белок синтезируется с каким-то отклонением. Это и приводит, в конце концов, к одрехлению и интерхистолейку. Так вот, маточное молочко исправляет эти нарушения в генах. Восстанавливает. Вот почему. Маточное молочко, когда 20 лет живет, не стареет. Вот почему пчелы не меняются как вид на протяжении десятков миллионов лет. То есть весь секрет в этом маточном молочке. Маточное молочко и продукты из нее можно рекомендовать абсолютно всем. Перед зачатием молодым семьям, во время беременности, пожилым людям, детям, так сказать. Ну, это продукт омоложения, это продукт молодости. Между прочим, все пчеловоды живут очень долго. Пчеловоды знают о секретах. Пчеловодство сами посетят. И я пять лет выписывал в журнал «Пчеловодство». До сих пор у меня все это подширка дома лежит. И мне больше всего в этом журнале нравилось читать последнюю страницу. Я всегда с конца начинал читать. Потому что на последней странице регулярно печатались некрологи. А некрологи были такого содержания. С глубоким прискорбием сообщаем, что безвременно на 108-м году жизни ушел, так сказать, от нас, заслуженный пчеловод в Торговской области, Иван Иванович какой-то. Я все время сам улыбался и друзьям показывают. Посмотрите, на 108-м году безвременно ушел из жизни. Да, действительно, пчеловоды живут очень долго. Во-первых, они знают тайну маточного молочка. Постоянно пчеловоды, вот эти яичные маточники берут, сами их съедают. То есть, вот, они живут на природе. Профессиональные пчеловоды не употребляют алкоголь, не употребляют алкоголь. Пчелы не терпят запах алкоголя, могут пьяно вообще нас будет зажарить, просто нас будет убить, нас посидеть. Пчеловоды профессиональные не курят, пчелы не переносят дыма, ну и шабач, может быть, тем более. Ну и живут пчеловоды все время на природе, подвергаются ужалению пчел, это очень мощный стимул. И едят продукты пчеловодства, в том числе они едят в первую очередь вот это маточное молочко. Причем во всех этих некрологах такая фраза, что до самого последнего дня он работал на пасеке. То есть, до последнего дня, то есть, человек не валялся, больной, там, 10 лет обузой, а он, так сказать, был дееспособен. Ну вот умер, время пошло, на 108 году умер, но до самого последнего дня он не терял свою трудоспособность. Это тоже чрезвычайно важно и сказано это все как раз с вами.